Борщевик наступает. С каждым годом площадей, покрытых ядовитым растением, становится все больше. Этим летом специалисты департамента сельского хозяйства отмечают небывалую скорость распространения опасного сорняка. Оно очень стойко ко всем внешним условиям, поэтому очень хорошо размножается и хорошо сохраняется. То есть выдерживает 45 градусов морозы и 37 градусов жары. И в этом году, видимо, условия сложились таким образом, что семена, какие были борщевика в почве, они все взошли. О том, насколько опасен борщевик, жители Панеева знают не понаслышке. В этом населенном пункте он повсюду. Растет в огородах вдоль дорог. И даже мемориал погибшим в Великой Отечественной войне окружен вредным растением, которому все ни по чем. Все заполонило, все округу. Косишь его, он по новой растет. Потом участки заброшены, не скашивают. Я вот пробовал много копать, и он 50 сантиметров копал, и так до конца не докопал, бросил. Корень-то здоровый. Как уж с ним бороться, не знаю. Специалисты советуют, искоренить борщевик можно только если принимать меры ранней весной, когда растение не превышает 50 сантиметров. Бороться с борщевиком надо путем глубокого подкапывания и применять химические вещества. Однако, если речь идет о приусадебном участке, есть один простой, но действенный способ. Покрывать борщевик ранней весной, покрывать пленкой черной. На эту пленку насыпать землю слоем 30-40 сантиметров и сеять многолетней травой. Вот это вот, можно сказать, искореняет борщевик за один год. Однако возникает вопрос, кто должен бороться с борщевиком, который, подобно врагу, окружает дороги и норовит захватить людей в плен. В прошлом году от ожогов растения умерла жительница Панеева. Врачи не смогли ей помочь. Погибла женщина 40 лет. У нее ребенок двухлетний остался на руках от борщевика. То есть, врачи не могут бороться даже от этих ожогов. Такие получились незначительные, что смертельным исходом она умерла. Вот маленький ребенок. Сейчас я воспитываю этого ребенка. В департаменте сельского хозяйства серьезность проблемы понимают. И даже пытались выбить средства на борьбу с вредным растением. Этим вопросом даже заботился уполномоченный по правам человека. И обратился к руководству области с просьбой принять срочные меры. Однако воз и ныне там. Было дано поручение вице-губернатора принять все исчерпывающие меры. К сожалению, все уперлось в финансы. Департамент финансов на борьбу с борщевиком средств не нашел. На сегодняшний день отдельные мероприятия проводятся силами муниципалитетов и силами сельскохозяйственных производителей. Этого не то, что недостаточно. То есть на сегодняшний день площади борщевика увеличиваются в геометрической прогрессии. По официальным данным, в нашем регионе площади, занятые борщевиком, составляют 1400 гектаров. По неофициальным – больше в разы. Принимать меры по борьбе с ядовитым сорняком нужно незамедлительно. Одно растение дает до 600 тысяч семян в сезон. И они могут сохраняться в почве более шести лет. Промедление в борьбе с этим растением может быть смертельно опасным.